АПЛОДИСМЕНТЫ Буквально вчера мы создали при Уполномоченном по правам ребёнка Совет Отцов. Так это в рамках взаимодействия с Сюнармией. Конечно, и здесь будет патриотическое воспитание с учётом того, что в Совет Отцов вошли знаковые люди для города. Это представители боевого братства, это представители других патриотических движений, это представители отцов именно из силовых структур. Помимо новых проектов, севастопольские участники движения получили юнармейскую комнату в здании Дома офицера флота. Уже у нас проходят занятия в течение месяца по программе «Умей спасать», когда дети осваивают приёмы оказания первой помощи. Кроме того, мы скоро запускаем здесь пневматический тир. Будет у нас занятие по токелажному делу, по устройству шлюпки. Здесь также мы планируем проводить занятия по начальной военной подготовке, по психологической подготовке. Кроме того, на сцене Дома офицеров мы уже и в прошлом проводили более четырёх концертов, посвящённым знаменательным датам. За два с половиной года существования движения «Юнармия» его участниками стали порядка 300 тысяч мальчишек и девчонок. По словам Владимира Коваленко, в Севастополе значок юнармейца получил каждый шестой школьник. Но помимо участия в интересных и важных для города проектах, в перспективе ребята смогут получить льготы при поступлении в высшие учебные заведения. По словам начальника главного штаба движения «Юнармия» Романа Романенко, со следующего года в 20 гражданских вузах к результатам ЕГЭ выпускников будут добавляться баллы. Но, по словам Владимира Коваленко, важно сделать акцент не на льготах, а на гордости ребят за собственный патриотизм. Активность детей в военно-патриотической жизни города будет в перспективе учитываться при поступлении в профильные высшие учебные заведения Министерства обороны. Важной для юнармейцев стала и встреча с военнослужащими. В рамках круглого стола ребята из разных школ рассказали о своих достижениях и обсудили, как воспитать патриота. Участники поделились, что юнармия помогает не только найти новых друзей и раскрыть свои таланты, но и научиться быть ответственным. Одним из гостей стал курсант военно-морского училища Евгений Гулько. В отряд юнармейцев он вступил еще школьником, а сейчас рассказывает ребятам об опыте, который получил в юнармии и который пригодился уже в курсантской жизни. Мне это запомнилось тем, что мы очень часто принимали участие в разных спорах, спортивных. Меня поставили командиром своего отряда и я ощущал ответственность. Мне по факту 14-13 лет, а я уже понимаю, что я отвечаю за такое-то определенное количество человек. И в будущем это очень помогает. Впереди у ребят множество интересных проектов и новых знакомств. Каждый из них пройдет свой путь юнармейца и осознает значение слова «патриот». Даня Марущак, Алексей Антонов, Сехинформбюро.